здравствуйте друзья ну и обещанное видео по откачки меда меня мне в одном видео написали комментарий что я вот как-то коротко показал свою откачку мед отбирал я вчера вчера откачивал откачал по моему два или три три ведра получилось вот эти сверху стоят они еще пустые три ведра вот заброс пользуюсь я таким вот электрическим ножом он сейчас включен он горячий так скажем горячим ножом работает он от аккумулятора для меня это хорошо я могу брать аккумулятор с собой на пасеку нож ведра медогонку и и и и качать мед так ладно вернемся к рамочкам где-то у меня была тут такая штука которую я ни разу жизни не пользовался получил с комплектом покупал комплект такой дымарь вот эта вилочка вот эта штука была и стамеска а стамеска там для маток тоже ну всякая такая ну ладно вот снимал мед вчера уже вот магазин снимал уже темно было них не видно ничего так скажем вот ну магазин давайте вот с магазина есть крайняя рамка есть и пустые рамки ну практически да там что-то блестит вот но она уже блестит неделю так то есть пчелам собирать нечего с этой стороны тоже пусто я как-то говорится переворачиваешь рамку трясешь если ничего не капает все нормально вот ну допустим вот эту вот рамочку это рамочка для сотового меда в принципе увидеть она проволочная они сами все отстраивали тут без вощины видно что есть рабочая ячейка есть отрутневая ячейка но такие вот и и обратная сторона у нас тоже запечатанная следующая рамка тоже печатанная но в основном я стараюсь брать печатанный печатанный мед только печатанный ну в основном бывает единственный случай что я беру не запечатанный мед это мед с рапса потому что ну кто ездит на рапс тот знает он кристаллизуется как сказать в этом году я откачал и он у меня закристаллизовался за три дня в ведрах есть вот такие рамочки вот они пустые здесь там блестит этот самый перга вот есть вот такие рамочки вот этой штукой не удержать ее вот есть и такие рамочки вот перга там где перга вот они не не допечатали обратная сторона тоже ну давайте обратную сторону поближе посмотрим вот не зря я ее повесил на стенку висеть неудобность не работать тоже пусто видно вот ну на свет мед светлый здесь светлый есть потемнее вот потемнее он такой фруктовый вкус так ну сейчас пауза и к медагон очки ну вот такая вот медагон очка на три рамочки лезть лезут только национальный улей так скажем рамки вообще она как она говорится на 6 магазинных до жестяная оцинкованная но я сверху покрыл воском да то есть все всю поверхность внутрь внутри я покрыл воском жидким растопил кисточкой помазал и и и и потом прошелся этим феном строительным вот пчелы со вчерашнего жужжат медагон очка ручная в принципе меня это устраивает но я когда работал тут на одном заводе можно удивиться что люди выбрасывают мусорник вот нашел такой мотор причем в рабочем состоянии ничего с нету не знаю может там что-то с редуктором не то поэтому выбросили и нашел вот такой вот не знаю как он даже называется короче из 220 он делает 380 потому что трехфазный мотор и регулятор скорости так скажем все подключил вот таких штуки с мусорника достал 3 2 из них не работала вот одна работает но работает в ручном режиме наверное в автоматическим не работала поэтому выбросили вот ну что снимаю ручку вот этот болтик не знаю видно вам сейчас наверно будет видно болтик откручивается вставляется мотор сюда вкручиваю просто шуруп там вот в эту вот в эту выемку чтобы совпадало вкручиваю шуруп да и все и поехали дома у меня электрическая медагонка и выглядит это вот так беру две струбцины одну струбцину с помощью проволоки у тут потолку шурупчик прикручен когда он будет работать он будет держать этот мотор чтобы он не не особо ковылялся а вторая струбцина как для безопасности то есть если что-то не так там резкий тормоз то она хоп и выключает привод к медагонке да то есть таким образом она хоп и выключила привод ну и посмотрим сам процесс распечатываю я рамочки как я уже говорил с помощью такого ножа до обрезал вот так скажем одну часть вниз ножом этим можно взять всю площадь рамки да то есть как бы его хватает на всю площадь но я стараюсь так где-то наверно по половинкам и потому что рамочки не совсем так скажем не во всех местах вздутый потому что был расплод и когда ставишь скажем свежую рамочку или суш так скажем рядом с уже рабочей рамкой то пчелы или допустим ващину ставишь рядом с сушью то пчелы охотнее заполняют ващину заполняют суш чем отстраивают ващину и так скажем работают с ней ну вот распечатка рамок вот такая ну вот закончил я откачку меда было тут всего два корпуса да и магазин ну вот полное ведро забруса это еще со вчерашним вчера он три ведра меда накачал ну и что тут у нас полная медогонка меда да использую я вот такой вот сито обыкновенная кухонная с нержавейки в этом году планирую купить специальная медовая но тоже из нержавейки пластик никому не советую пластик очень долго фильтруется ну и что у нас об и что у нас тут получилось тут со вчерашнего он пчелы налетели ой ну вот это красота вот это красота вот это походу липовый по цвету зелененький ну почти пчелки тут же ужат м2 рамочки выставил у меня с рапса так скажем не докачаны остались если можно так сказать вот я их распечатал у них пол рамки уже за это самого на и закристаллизовавшийся ну я решил это самое на маленьких скоростях по по одному разу прогнал да и выставил на улицу они там сейчас жужжат да и здесь в гараже он целая куча по налетела на улице показать ой дождик у нас пошел вот они все рамки облепили вот он засахарившийся видно ой дождь идет м тут ведра тоже выставляю на обсушку вот сегодня нет да не сегодня это вчера два ведра выставил здесь у меня во дворе нет нету чел но не метров метров 200 куда не тут летают дождь идет пошел я обратно в свою берлогу ну вот как то так кому понравилось ставим класс подписываемся на канал ну всем спасибо за просмотр надо хотел упомянуть кто это занимается посолкой это просто сегодня посмотрел дважды 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 папу диму если можно так сказать вот он вот он самый вот это вот дерево лавровый лист растет далеко ходить не надо и покупать тоже так вот взял у соседей сорвал свеженький ну как у соседей на моей же территории растет углы вот вылупил вот как раз под под этот куст и встанем вот но это так небольшое отступление привет тебе кстати дважды димитрий вот ну и всем пока спасибо за просмотр до новых встреч